В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Приговор на четверых. Какое наказание заслужили члены ОПГ, обстрелявшие сотрудников ФСБ? Проект с душком в Омске наконец ликвидирует центральную свалку. А у нас в квартире газ. Как амичи в частных домах могут бесплатно подключиться к голубому топливу? В листе ожидания почти 15 лет, когда будет сдан новый корпус Омского госуниверситета. Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Перминов, высказался по поводу признания независимости ДНР и ЛНР и объяснил, почему поддерживает проведение спецоперации в Донбассе. В своем обращении к жителям Омской области депутат отметил, что сейчас на территории Украины активно действуют националистические батальоны, которые представляют угрозу для граждан Российской Федерации и непризнанных республик. Ключевую, по мнению Перминова роль, в этом сыграли западные страны. Поэтому единственно верным он считает решение признать Донецкую и Луганскую республики и провести спецоперацию, в результате которой будет обеспечена безопасность жителей ДНР и ЛНР, а заодно устранить угрозу для россиян. В этой ситуации единственное верное решение – это признать Донецкую и Луганскую республику и провести мероприятие по принуждению к миру, Украину и НАТО. С тем, чтобы обеспечить безопасность жителям Донецкой и Луганской народной республики, с тем, чтобы обеспечить безопасность и сохранять жизни граждан Российской Федерации. Четверо мужчин и десятки преступлений. Разбой, похищение человека, умышленное уничтожение чужого имущества, подготовка к убийству по найму вкупе с еще несколькими статьями Уголовного кодекса. Омский областной суд отправил за решетку участников перестрелки на Левобережье. Известная мечам по-настоящему громкая история со стрельбой у кафе на улице 70 лет октября. Ничто иное, как задержание преступников, которое произошло в марте 2020-го. Это было последнее дело банды Айсина. По версии следствия, именно он руководил преступной группой. Тогда обвиняемые готовили убийство. За свою работу тюменец, двое мечей, москвич, получили более миллиона рублей. Закупили оружие и собирались передать его исполнителю. Однако довести дело до конца не смогли. Сотрудники Омского ОФСБ России, встретив вооруженное сопротивление, все-таки задержали фигурантов уголовного дела. В ходе проведения с сотрудниками ОФСБ России по Омской области оперативных мероприятий по задержанию членов организованной преступной группировки оказали вооруженное сопротивление. В результате незамедлительных совместных действий у ФСБ, у МВД, у ФСВНГ России по Омской области все члены организованной преступной группировки были задержаны. При этом никто из сотрудников силовых структур, гражданских лиц, а также числа задержанных, не пострадал. Несостоявшееся дело стало последним для банды, но и без него грехов у фигурантов хватает. По версии следствия, свой криминальный путь подсудимые начали 4 года назад. Доказано, что в 2018-м фигуранты уголовного дела, применяя травматическое оружие, напали на мужчину и, чтобы нагнать жуть, пытались сжечь его авто. В июне того же года примерили на себя роль коллекторов. Выбивали денежный долг, при этом похитив еще одного потерпевшего. Забрали у него машину, удерживали в квартире, избивали и требовали почти миллион рублей. По материалам у ФСБ России по Омской области завели уголовное дело. На суде представили все доказательства, однако часть статей все же переквалифицировали. Например, бандитизм исключили. Гособвинение требовало до 15 лет лишения свободы. Однако самое строгое наказание, которое назначил суд одному из преступников, 11 лет тюрьмы. Наказание по указанным составам преступления назначено в соответствии с требованиями закона. Вопрос об обжаловании состоявшегося судебного решения будет решен после тщательного анализа полученной, копии приговора, а также изучения протокола судебного оседания. Спустя пять часов перечисления всех преступлений, которые были совершены ОПГ за четыре года, суд выносит приговор. Глава так называемой банды Айсин проведет за решеткой дольше всех. За разбой, самоуправство, уничтожение имущества, похищение, хранение оружия, подготовку к убийству он получил 11 лет строгого режима. Меньший срок 9 лет тюрьмы особого режима назначен 32-летнему тюменцу. Москвича приговорили к восьми годам лишения свободы. Трое участников слушают приговор на скамье подсудимых и под стражей, а четвертый, который был сначала задержан, затем помещен под домашний арест с наложением ограничений, из здания суда без наручников больше не выйдет. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Асина Маркусенко-Джафарова оставить без изменения заключение под стражу. В отношении Селиванова меру пресечения запрет определенных действий изменить на заключение под стражу, взять Селиванова под стражу в зале суда. Ему назначено наказание в виде пяти лет тюрьмы. Всех участников так называемой банды Айсина суммарно суд приговорил к 33 годам лишения свободы. Работать в полном режиме. В Омской области прошло заседание правительства. Александр Бурков обратился к подчиненным, потребовал четкой и слаженной работы в выполнении поставленных задач. Заявление губернатора прозвучало на фоне проведения спецоперации на Донбассе. Местных чиновников просят сконцентрироваться на проблемах нашего региона. Спасибо за подготовку всех документов. Прошу всех с большим ревением выполнять свои обязанности. Работать в полном режиме. Никаких осложнений не должно быть, никаких сбоев в реализации наших всех национальных проектов, областных проектов, чтобы здесь также активно продолжали работу. Крупную центральную свалку ликвидируют в течение двух лет. Об этом заявляют в город администрации. Проект уже прошел государственную экспертизу. Следующий шаг на пути к экологии – участие в специальном отборе для получения федеральной субсидии. Пакет необходимых документов также подготовлен, отчитываются в мэрии. И уточняют, речь идет о закрытой свалке в районе Северо-Восточного кладбища и СНТ «Ромашка». Она должна быть ликвидирована в 2022-2023 годах. Отметим, что всего на территории города планируется убрать четыре места накопления отходов. Помимо центрального округа масштабная чистка затронет Кировский, Ленинский и Советский. Работы по улучшению экологии пройдут в рамках одноименного национального проекта по региональному проекту «Чистая страна». Пассажиропоток в Омске снизился на треть. Частные перевозчики теряют выручку. Объединение местных перевозчиков подвело промежуточные итоги работы в 2022 году. За два месяца выручка упала почти на 30%. Если в октябре-ноябре прошлого года был небольшой рост пассажиропотока, и это помогло подготовиться к зиме, то сейчас ситуация обратная. Участники полагают, это связано с дистанционным форматом работы и учебы для горожан. Многие мячи перестали пользоваться транспортом. Плюс по кошельку перевозчиков ударило традиционное затишье на январские праздники. Провал по выручке перевозчики надеются компенсировать в марте. Положительный прогноз в среде предпринимателей таков. Заболеваемость ковидом снизится, а мячи вновь будут ездить на работу и в учебные заведения, посещать торговые центры. К слову, на некоторых маршрутах, например, номер 511, пассажиропоток сократился почти наполовину. Впрочем, сказывается и работоспособность самих водителей. Высокий рост заболеваемости среди них привел к уменьшению единиц общественного транспорта. Антимонопольщики уличили Омское Минэнерго в нарушениях при выполнении программы по газификации. В надзорный орган жалобы обратились представители акционерного общества «Омсгазстройэксплуатация». Сообщили, что направили в министерство предложение об изменении программы газификации региона. В частности, речь шла об объемах и источниках финансирования. Компания предложила включить в программу 185 перспективных потребителей. Однако в списке на догазификацию внесли только 66 домовладений. Омская УФАС усмотрела в действиях регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса нарушения. Теперь ведомству предстоит за 7 дней внести в программу газификации необходимые изменения. Министерство не обеспечило в установленный 7-дневный срок внесения изменений в региональную программу. Тем самым лишило общество источников финансирования для реализации на территории Омской области мероприятий по догазификации. По мнению Омского УФАС, Россия и бездействия министерства свидетельствуют о необоснованном препятствовании осуществлению АО «Омскгазстроэксплуатация» деятельности по догазификации населения и создает угрозу нарушения прав граждан. Долго ждали капель, и он наконец пришел к домам. На улице 16 Марьяновской подводят долгожданное голубое топливо. Бригада Омскоблгаза строит подводящий газопровод к домовладениям для того, чтобы подключить котел. В ходе рабочего объезда мэр Омска Сергей Шелест проверил, как реализуется федеральная программа по бесплатной догазификации частных домовладений в Ленинском округе. В гости городоначальника и журналистов приглашает местная жительница. Когда началась такая программа, муж собирался на работу, он каждый раз смотрит новости. Я увидела, что есть такая бесплатная газификация, то есть подвод к дому. Я отправила документы на Облгаз, заполнила все необходимые программы. И отправила. Через два месяца мне ответили. И я приехала в Облгаз, заключила договор на бесплатную газификацию. И получается, что до 22 года, до декабря, мне необходимо подключить газ. Мария рассказывает, вместо 40 дней, указанных на сайте, проект был выполнен всего за две недели. Дальше с ней связалась бригада. И уже сегодня к ее дому подводят газ. Заплатила, говорит Амичка, только за проект 6,5 тысяч рублей. Если бы подключалась к голубому топливу сама, пришлось бы отдать 200, а то и 400 тысяч рублей. Разные компании запрашивают совершенно разную стоимость, объясняет Мария. А топиться дровами или покупать газовый баллон не дешевле. Сергей Шелест признается, сам живет в частном секторе. И не понаслышке знает, сколько стоят уголь и дрова. Программу бесплатной газификации считают не только необходимой помощью Амичам, но и значительным вкладом в улучшение местной экологии. Есть поручение президента, в рамках которого мы на территории города должны более 14 тысяч домовладений подключить до 2024 года, включая 2024 год. Соответственно, в еженедельном режиме у нас проходят со всеми газоснабжающими организациями оперативные штабы. Мы разрабатываем последовательность, все проектные документы. Догазификация является бесплатной и подразумевает подведение трубопровода только до границ домовладений. На земельных участках и в домах все работы по разводке газа и подключению оборудования находятся в зоне ответственности самих владельцев. При этом важные условия стать участниками федеральной программы могут только собственники частных домов. На сегодняшний день с момента старта программы поступило уже более 11 тысяч заявок на догазификацию. Это я имею в виду в целом по Омской области. Из этих 11 тысяч заявок более половины по городу Омску. На сегодняшний день заключено уже 1342 договора на бесплатную догазификацию. 478 потребителей уже имеют возможность получить природный газ. То есть до границы земельного участка газопровод уже построен и техническая возможность обеспечена. Подать заявку на подключение к сетям газораспределения можно через портал госуслуг на сайте единого оператора газификации либо Омскоблгаза. Кроме того, подать заявку можно лично в любом из офисов компании. Благоустройство частных домов, а точнее подключение к газу не единственное, что проинспектировал градоначальник. Вторая точка рабочего объезда – сквер «Красной звезды» в Порт-Артуре. В сентябре прошлого года здесь завершился первый этап благоустройства. Весной по федеральному проекту формирование комфортной городской среды его ждет дальнейшее преображение. Да, с апреля они планируют выйти это сделать. Мы делаем беговую дорожку, устраиваем дополнительно посадки крупномерных деревьев и устройство спортивной площадки с тренажерами. На этом мы благоустройство этой территории заканчиваем. На первый этап благоустройства потратили более 13 миллионов рублей. В апреле здесь продолжатся комплексные работы. Установят входную группу в виде звезды с подсветкой, обустроят беговую дорожку и спортивную площадку. С резиновым покрытием проведут озеленение. Если в том году на вот эти общественные территории было выделено где-то порядка 280 миллионов рублей, то в текущем году 536 миллионов рублей. Конечно же, это огромная сумма по состоянию на сегодня. Практически все торги проведены. Остался один аукцион, это будет 28 числа февраля, и два аукциона 14 марта. И то есть мы завершили работы по аукционам, будут определены подрядчики. И с 15 апреля все подрядчики будут приступать к работам. Работы в сквере Красной Звезды должны закончиться к концу лета. Кроме того, преображение в этом году ждет и еще одна общественная территория Ленинского округа в границах улицы Моторной и Сибирского проспекта. Всего в 2022 году благоустроят 11 общественных территорий во всех городских округах и 78 дворов. Главный корпус Омского госуниверситета сдадут в 2023 году. Очередное заявление по поводу перспектив долгостроя сделал исполняющий обязанности ректора вуза Сергей Замятин. Строительство объекта ведется, федеральное финансирование для завершения работ выделено. Средства уже распределили на этот и следующие годы. Планируется, что в новый корпус на Фрунзе переведут администрацию университета и юридический факультет. Но окончательное решение пока не принято. Помещений в здании много, отметил ректор. Напомним, объект строят уже почти 15 лет. За это время стоимость работ возрастала несколько раз. Сергей Замятин приехал в Омск из Томска. Там он являлся проректором по программам развития Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.